На Луганщине стало спокойнее перестрелки. По-прежнему звучат лишь на трассе Бахматка вблизи села Крымское. В минувшие сутки взрывы раздавались вблизи трёх избенки. И несмотря на неспокойную обстановку, именно в этом районе действует единственный пункт, где линию разграничения можно пересечь без пропуска. Он находится возле полуразрушенного моста через Северский Донец. Кто путешествует нелёгкой дорогой, расскажет Анастасия Пугач. Этот полуразрушенный мост через Северский Донец – единственный в Луганской области пункт, где можно пройти без пропуска. Здесь стреляют даже в дни перемирия. Буквально под пулями люди пересекают линию разграничения. Идут на украинскую территорию, чтобы подешевле купить продукты. Дома, говорят, дорого, а пенсии не платят. Было пихло пока. Едем тут кое-что дешевле. Такие-то. Продукты дешевле, да? Да. Через этот пропускной пункт возле полуразрушенного моста разрешено проносить лишь по одной сумке в каждой руке. Иначе не пропустят. Эта семья купила в трёх избенке более десяти мешков картофеля. Но с таким грузом здесь проход закрыт, говорят военные. Вопрос закрыт. Я же вам говорю, я такой же гражданин Украины, как и вы. Я сейчас могу показать такой же самый паспорт. С такими же самыми данными. Какие мне вопросы? Как простому народу выживать? Объясни. Простой народ, повременно оккупирована территория. Этих людей так и не пропустили. Жители прифронтовых посёлков говорят, им пришлось пересекать линию разграничения через официальный пункт пропуска. А это крюк более ста километров. А это станичный Луганский район, село Югановка, недалеко от границы с Россией. Люди рассказывают, здесь Кананаду только слышали. Летело, гудело. Там в Колесниковке несколько домов разбито. Куда недалекало? Разбито. А нас перелетало. Гудело кругом. Нас не трогало. Разбитых домов нет. Частный сектор в Югановке снаряда не задели. А вот в соседней Колесниковке разрушено более двух десятков домов местных жителей. Лес, тоже не речка. 200 метров, короче, уже в России. Вечером выйдешь покурить на колесо. Присел, и видно фары горят, эти военные стоят. Как даст, как даст и думал. Чтобы обналичить пенсии жителям Колесниковки, приходится ехать в Беловодск. Ведь в селе нет банкоматов. Общественный транспорт тут не ходит. Для поездки местным жителям, а это преимущественно пенсионеры, приходится нанимать частных извозчиков. 600-700 гривен машина. Да. Попутно. Кто сейчас повезет? Это за всю машину, да? Ну, конечно. Мы садимся 4-5 человек. Ну, я раз там была. Я больше там не была, потому что... Потому что... Денег. Потому что не с чем ехать. На днях волонтеры привезли в село гуманитарную помощь от Международной немецкой швейцарской организации, сообщает общественное объединение «Восток СОС». Людям раздали 130 продуктовых наборов. Анастасия Пугач, Ростислав Сысоев, Константин Слюсар, Олег Климник, Телеканал Донбасс. Анастасия Пугач, Ростислав Синага, Олег Климник, Телеканал Донбасса, Олег Климник. Ростислав Синага.